Всем привет! Мы близняшки Twixie Twins, меня зовут Лера, а меня зовут Геля. И сегодня, к сожалению, будет не совсем веселый выпуск. С нами произошел полный трэш, и сегодня мы готовы поделиться нашей страшной историей. В общем, мы пустили в квартиру двух преступников. Никогда это не повторяйте, мы вам сейчас все расскажем. В общем, нам было 16 лет, мы после школы сидели смотрели телевизор, и вдруг, неожиданно, мы услышали звонок в дверь, хотя в этот день мы никого не ждали. Да, и никто не должен был прийти, мы решили встать, посмотреть, кто к нам пришел, но когда мы идем кого-то встречать, мы всегда убираем нашу собаку за дверь, чтобы она никого не пугала. И когда мы подошли к дверному глазку, мы увидели, что там стоят двое мужчин. Кто там? Следователь. Надо открыть. Мужчины были в черных деловых костюмах, хорошо выглядели. И у нас это вообще не вызвало никакого подозрения. Да, и мы переглянулись с сестрой, спросили у них, кто вы. Они нам показали свое удостоверение, сказали, что они следователи, и мы решили открыть им дверь. Но раз следователи пришли, значит, все хорошо, значит, они из органов, поэтому ничего не случится. И мы открываем им дверь, и потом они заходят к нам в квартиру. Причем они зашли настолько уверенно, будто бы они знали, что им нужно, и они знали, куда они попали. Они пошли на кухню, начали осматривать всю нашу технику, где у нас что стоит. Холодильник. Микроволновку. И они нам задают вопрос. А вот тут одни живете? С родителями. А когда они придут? Мы не знаем. Мы ответили, что, естественно, мы живем не одни, наши родители на работе. И во сколько придут наши родители, мы не знаем. Но нас сразу смутили эти вопросы, потому что больше они ничего не задавали. Они продолжали ходить по кухне, что-то присматривать, будто бы они оценивали вещи, которые можно взять и вынести. Но на тот момент мы еще ничего не понимали. И дальше начался трэш. После того, как они осмотрели кухню, они резко пришли в зал, чтобы осмотреть, что находится в этой комнате. Они начали смотреть на телевизор, на ноутбук, в целом на те вещи, которые представляли собой хоть какую-то ценность. И дальше они подошли к нашему комоду, и мы понимали, что в этом комоде лежат деньги наших родителей. Они открыли этот комод, и они увидели, что там лежит большая сумма налички. Это, походу, не следователи. Нас накрывает паника, и в моменте мы понимаем, что они начинают переглядываться. Что они вот-вот хотят что-то сделать, и мы понимаем, что все, мы попали в какую-то ловушку. Да, и они резко выбегают из комнаты, и мы даже ничего не поняли. То есть у нас был ошеломленный взгляд, они надевают перчатки. То есть это произошло настолько волниеносно, что мы даже не успели сообразить, но мы поняли, что происходит что-то неладное. Они закрывают дверь нашей квартиры изнутри, чтобы у нас не было возможности быстро выбежать и поймать какого-нибудь проходящего человека, и попросить у него помощь. У нас вернулось все перед глазами, потому что мы как бы понимали, что они могут вынести полквартиры, но самое страшное было то, что они могут сделать с нами. У нас врубилась паника, и в этот же момент врубился мозг. Мы начали думать, что нам можно предпринять. Как мы говорили в начале рассказа, мы спрятали нашу собаку за дверь. То есть не спрятали, а оставили в нашей комнате. И собака у нас настолько воспитанная, что она никогда не лает, когда приходят незнакомые люди, потому что она знает, что нужно сидеть тихо. И тут, конечно, до моей головы доходит мысль, что нужно крикнуть ей голос. Голос! И собака начинает очень громко лаять. А преступники, мы уже поняли, что это преступники, естественно, они же не знают, какая у нас собака сидит в комнате. Может быть, это огромный ротвейлер, либо огромная овчарка. И они очень сильно испугались. Они начали переглядываться между собой. Они замешкались. Испуганные взгляды. И за одну секунду они открывают дверь и выбегают. Все, их след простыл. Мы стоим с Лерой в полном шоке. У нас вот так вот колотится сердце. У нас за трясет. И мы сразу понимаем, господи, спасибо, что у нас в этот момент вообще появилась в жизни собака, которая нам тогда действительно очень сильно помогла. Мы поняли, что мы допустили огромную ошибку, что вообще впустили себе незнакомых людей, которые смогли втереться к нам в доверие своим видом, своими шикарными костюмами, поддельным удостоверением следователя. И в тот момент мы на панике звоним родителям. И через минут 30 родители приезжают домой. Мы им рассказываем детально, что произошло, как к нам зашли красивые мужчины, как они осматривали полностью нашу квартиру, как они хотели забрать деньги, все цены, что у нас есть, как они закрыли нас изнутри. И на нас родители вот так вот смотрят и думают, боже, кого мы воспитали. Во что никогда в жизни не учили, что нужно закрывать дверь на замок. Когда ты начинаешь думать о том, что произошло бы, да, что произошло бы, тебя прям бросают в дрожь. И когда мы с родителями спустились на первый этаж, на улицу, мы увидели, что по всем подъездам расклеены объявления о том, что разыскиваются двое мужчин-мошенников, которые приходят домой, спрашивают, есть ли кто дома, смотрят, кто дома находится. И представляют себя как два следователя. Да, и потом грабят квартиры. После этого наши родители сразу же позвонили в полицию, рассказали историю, что было покушение на нашу квартиру, что в квартире находились две несовершеннолетние девочки. Полиция сразу выехала, то есть они в течение, по-моему, двух недель искали двух преступников, их нашли, и, слава богу, их посадили в тюрьму. Эта ситуация очень сильно на нас психологически отразилась, потому что мы стали бояться находиться одни дома, ходить одни по улице, общаться с незнакомцами. Если даже кто-то к нам нашего возраста подходит на улицу и хочет познакомиться, мы никогда не познакомимся. Мы быстро уйдем, потому что действительно после этого может поехать крыша, потому что ты как бы понимаешь, что с тобой могло произойти страшное. Мы надеемся, что эта история вас научит быть бдительными, осторожными и очень сильно внимательно, никогда никому не доверяйте, а доверяйте только себе. С вами были близняшки Твикси Твинс, Лера и Геля. Всем пока, и не забудьте поставить лайк, колокольчик, и, конечно же, на нас подписаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok